Здравствуйте! Вы смотрите программу Космонавтика. В эти дни российская ракета «Союз» вывела на орбиту первый белорусский спутник. Вместе с ним выведены в космос два российских аппарата «Зонд» и «Конопус», а также два иностранных. Построенные в Москве спутники дистанционного зондирования Земли «Белка» и «Конопус» будут работать в единой космической системе. Рубашку из золотой термоизоляции шьют так трепетно, будто на своего ребенка. Они близнецы – белорус «Белка» и россиянин «Конопус», названный в честь второй по яркости звезды на небе. Последние часы перед запуском в космос спутников зондирования Земли. Это все так называемые съемные детали. Съемные детали, за которыми мы должны отчитаться, что они все сняты перед пуском. Красный цвет, чтобы привлекать внимание, это как бы пожарный цвет, но ни в коем случае красный не улетел. Георгий Акопов – один из отцов этих аппаратов. Руководит завершающими работами, которые надо сделать перед пуском. Там оптика вся, оптику надо промывать перед пуском, чистить. И все вот эти операции будут делаться в самый последний момент перед накаткой обтекателя. Еще несколько мгновений, и плод многолетней работы целого коллектива скрывается под головным обтекателем. Эти спутники создавали в НИИ электромеханики в Москве. Не просто, как часто бывает с инновационными проектами. Аппарат с разрешением 2 метра в Панхроме, который весит меньше 500 килограмм. Для сравнения можно сказать, что ресурс ДК с метровым разрешением весил порядка 6 тонн. Это значительный шаг вперед с точки зрения малого массогабаритных космических аппаратов. То, что России остро необходимы подобные спутники, как раз показал ресурс ДК, который два года подряд буквально спасал страну от лесных пожаров. Первенец в НИИ, Конопус, вместе с братом белорусом, только начало группировки подобных аппаратов. Символично, что ее заложили в год 70-летия предприятия. За все годы своего существования, за 70 лет, в НИИ существовал запуск более 70 искусственных спутников Земли различного назначения. И общий налет наших космических аппаратов составляет более 70 лет в космосе, если их все сложить вместе. Аномальная жара на Байконуре, небывалые пожары в Сибири, трагическое наводнение на юге. Природа словно подталкивает, за ней нужен глаз да глаз, Конопус в подмогу. Прех двигателей И тишина. До того, как спутники начнут передавать с орбиты первую информацию, наступает молчание, чтобы не сглазить. Стартовики свою задачу выполнили. Теперь работа кипит в ЦУПе НИИ электромеханики, где создавали аппараты. Есть сигнал, несущие заходы, покажу. Летные испытания будут длиться еще несколько месяцев. Но уже через пару недель можно ждать первых снимков от аппарата с именем второй по яркости звезды неба. 25 июля 1984 года впервые в открытый космос вышла женщина – Светлана Савицкая. Более того, она совершила первую космическую сварку в безвоздушном пространстве. Именно после ее полета женщины стали постоянно летать в космос и даже командовать экипажами. Ее жизнь как разбег по взлетной полосе – вперед и ввысь. Сначала в небо, потом в космос. Инженер по образованию, швея по увлечению, летчик-испытатель по призванию. В сочетании хороший спортсмен, хороший инженер, летчик-испытатель, летчик-космонавт. Во всех делах, которые она начинала делать, она добивалась высшего уровня. В 15 лет, не сказав родным ни слова, она отправилась прыгать с парашютом. Через год ее допускают к прыжкам из стратосферы. Высота – 20 километров. Температура – минус 50. Огромная скорость. Падать надо спиной. Глаза видят звезды, они почти рядом, ближе только из космоса. То, что она решила стать летчиком-испытателем, в семье узнали, когда она уже студентка моей. Не будь Светлана столь упрямой, отец, маршал авиации, наверное, постарался бы уберечь дочь от рискованных полетов. В 22 она абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу на поршневых самолетах. Дальше – авиация реактивная. Над ней всегда вот был какой-то груз. Многие так считали, что да, вот, знаете, когда папа маршал, много легче. Но никто, никакой папа не поможет стать чемпионом мира по высшему пилотажу. С 1980 года Светлана Савицкая в отряде космонавтов. На самых сложных испытаниях она всегда на высоте. Однако два раза ей пришлось покидать ЦПК. Вместе с дублером Ириной Прониной уезжать из Звездного. Приходит вечером Георг Тимофеевич Береговой, который тогда руководил центром. О, девочки, как вы тут живете? О, девчонки, ну чаю налейте, сушечки, сейчас чайку попьем. Сушечек поедим. Попьет с нами все, часов десять. Говорит, ну что, девочки, теперь, значит, так. Завтра утром приходит Рафик. Вы свои вещички собираете в сумочке. И съезжаете с подготовки, вас снимают. Это была проверка на прочность. Савицкая собирала вещи, но вскоре возвращалась обратно. По-другому она и не могла. Постоянная борьба невольно стала ее смыслом жизни. Реакция на вызов – новые достижения. Это Савицкая задолго до американцев предложила, чтобы в открытый космос вышла космонавт-женщина. Тогда ее идеи не нашла понимания у руководства. Говорит, вот так, значит, американцы. У них запланировано выход делать в открытый космос. Они хоть будут первые. Как ты думаешь, мы-то должны, значит, мы-то сможем это, успеем? Я говорю, а что же не успеть? Я вообще и говорила, и предлагала, что надо это делать. Два космических старта, три недели на орбите и три часа работы в открытом космосе, где она первой провела электросварку. Таковы космические высоты Светланы Савицкой, которыми по праву можно гордиться. Уже год в американском сегменте МКС работает человекоподобный механизм – робонавт. Возможно, вскоре к нему присоединится еще один электронный помощник. Созданный немецкими специалистами, робот напоминает женщину. Разработчики полагают, что робот-женщина будет создавать более домашнюю атмосферу на МКС. На недавнем научном форуме в Ирландии ученые всерьез озаботились контактами с инопланетянами. Это может случиться уже в 21 веке. Однако известный британский физик-теоретик Стивен Хокинг утверждает, что пришельцы могут разграбить ресурсы нашей планеты, которых, судя по всему, осталось не так уж и много. Поэтому торопиться с поисками братьев по разуму, возможно, и не стоит. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok